В общественной палате завершают заслушивать доклады Министерства о результатах деятельности в 2022 году. На этот раз на заседании говорили о развитии строительства и транспорта. Первым выступил исполняющий обязанности министра ЖКХ и строительства Сергей Шканов, который отметил, что все показатели нацпроекта «Жильё и городская среда» достигнуты в полном объёме. На эти цели было направлено 2 миллиарда 322 миллиона рублей. Из них 1 миллиард 176 миллионов – федеральные средства. В эксплуатацию ввели больше 10 миллионов квадратных метров жилья. Строили не только многоквартирные дома, но и социальные объекты. Среди них выделили строительство дорог на Облуково и Шигаево, возведение детских садиков «Засвияжье» и здание Театра юного зрителя. До 2024 года продолжается программа по расселению людей из ветхого и аварийного жилья. Цель общей программы – это расселить 44 тысячи метров квадратных аварийного жилья и переселить более 236 тысячи человек на сумму 2 миллиарда 620 миллионов. Целевые показатели 2022 года на переселение граждан из аварийного фонда выполнены на 142%. То есть переселено 2420 человек, плавный показатель был 1700. 303 ребёнка-сироты получили в прошлом году ключи от квартир. Ещё 668 человек получили ежемесячную компенсацию расходов за наём жилого помещения. Что касается долевого строительства, то на данный момент в реестре проблемных домов значится 11 объектов. Из них в этом году достроят три дома, застройщики которых не признаны банкротами. Это Мичурина-11 и дома в Засвияжском районе и в Новом городе. В 2022 году были достроены два дома. Изданный – это дом по улице Транспортной базис и дом по улице Карла Маркса, Эверест. В 2023 году планируем построить ещё два дома. Это по улице Кровеницкого, Селен и МКД по улице Маршала Усина, КПД-1. На транспортную отрасль в прошлом году направили 813 миллионов рублей. Деньги шли на ремонт дорог, обновление подвижного состава и помощь автотранспортным предприятиям. В апреле прошлого года запустили двухэтажные вагоны фирменного поезда «Ульяновск-Москва». А с октября до Димитровграда и Инза запущены новые рельсовые автобусы. 13 марта по направлению Чуфарова и Инза запущен новый вагон, который оборудован сидениями повышенной комфортности, оснащён системой кондиционирования воздуха, видеонаблюдения и другими современными техническими средствами. В сфере пассажирских перевозок воздушным транспортом для нас основной задачей остаётся выполнение поручений президента Российской Федерации по расширению сети межрегиональных авиационных маршрутов, минуя город Москва. С основными проблемами отрасли ульяновцы сталкиваются каждый день. Автопарк изношен, дороги оставляют желать лучшего. Так, для ПТП-1 по договору финансовой аренды приобрели 50 новых автобусов среднего класса. Отремонтировано 40 участков дорог общей протяжённостью 109 километров. В целом, деятельность ведомств признана общественниками удовлетворительной.